А у прилавка в елочке лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Такая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости. Глаза загорелись, торопя, чтобы никто не отмеледил его, стал быстро соображать, как бы повеселее, постароумнее сказать этим в очереди про бумажку. «Хорошо живете, граждане!» — сказал он громко и весело. На него глянулись. У нас, например, такими бумажками не швыряются. Сейчас я буду выбрать, сейчас я могу убить. Так, все. Мне, в принципе, достаточно. Нет, ты продолжай, смотри, я с интервью буду. Это он кусочек снял, прозвит. Ой, я подождал. Почему именно вот это произведение ты выиграл в качестве участия? Это произведение помогли мне выбрать знаменитого педагоги из театральной студии. Я на протяжении четырех лет занимаюсь в театральной студии «Зеркало» во дворце детского и юношеского творчества. Главный герой этого рассказа, «Чудик», он чем-то похож на меня. Он пытается быть смешным, он очень любопытен, пытается понравиться мне быть. И, наверное, это поэтому я выбрала это произведение. Юра, а что вообще для тебя участие в этом конкурсе? В этом конкурсе я участвую второй год. В первый год я прошел в городском этапе, и дальше мне войти не получилось. И я поставил себе цель, в следующем году победить. И большим рвением я рвался. Получить первое место. Угу. Какое место ты получил? Сначала я занял, в этом году сначала я занял первое место по городу, затем по республике. И следующий этап был в Крыму, в Артеке. Там у нас был второй оборочный тур, и я прошел с полуфинала. Слухи. Да сколько вообще? Что дало тебе участие в этом конкурсе? Ты поставил себе цель, добился цели. Или что дальше? Я получил много опыта, поскольку в Крыму, в полуфинале, было очень много досконалов, которые читали очень хорошо, на высоком уровне. И я получил море эмоций и огромное удовольствие от этого конкурса. А дальше что? А дальше я буду стараться участвовать в подробных конкурсах. А вообще свою жизнь с чем хочешь связать? С творчеством? Да, я больше всего хочу связать свою жизнь с творчеством. Хотим, я хочу. Ну, сделай чуть-чуть это. Что бы осталось, я стараюсь. Есть мечта попробовать в театральный институт, но я предстою колоссальная работа над собой, конечно. Вообще общение, сколько там ребят, но на сколько вот конкурсов нужно, какие-то толчки дают, как ты говоришь, ребят в будущем? Да, ребят было очень много, очень много участников, и все разные, с разных городов, даже с разных стран. И дети из Египта, из Туниса, из Армении, со всеми мы знакомились, и это было очень интересно. Какая у меня такая фраза? Живой классик делаешь ты, ты должен сказать. Ну, прям вот очень эмоционально, может быть, даже смотреть в камеру. Живой классику делаешь ты. А теперь смотря на меня. Живой классику делаешь ты. А теперь вот надо нам подсъемки делать, да, как он смотрит, да, в окошко. А, про Чебоксар нам надо еще сказать обязательно, куртьярчик записать, что ты хочешь. Смотри, вот это, что мы с тобой говорили, это была моя мечта, так как Чебоксар, это город, как ты говоришь, да? Город, в котором исполниваются мечты. Да, то моя мечта в какой-то степени уже осветлилась. Я попала в Сталкинг-Телательский, да, этот конкурс, и теперь у меня как бы есть одна мечта сбылась, теперь я как бы повторяю новые цели и идут свои новые мечты. мечты сбываются. И вообще, знаешь, как-то, как же нам еще по Чебоксару тут. Ну, в принципе, это достаточно. Да, Петербург? Ну, я думаю, мы не успеем, да, готов, даже с Петербургом, видишь? Ну, сейчас попросила, скажем, по съемке нам еще надо сделать. Давай, давай. Давай, опять вот, транс. Давай подрошли, как я вам говорю. Нет, ты оставайся там. Пожалуйста. Что, Чебоксары в городе исполняются мечты. Моя мечта уже частично сбылась, и я поднялась в лице и буду идти на отсюда. Да, помаши у нас тут снимает трансляции того, что происходило. Тебе уже показывают. Готов? Чебоксары – это город, где сбываются мечты. И моя мечта уже в какой-то степени осуществилась. Я хотела победить в этом конкурсе. Я вышел в полуфинал. Я поставила себе новую цель и буду идти к ней дальше. Так, а теперь чуть-чебоксары у меня очень красивый. Ну, вот сейчас... Уже эти францисы сапиду это снимают, да? И сразу бы ты перевел бы оттуда, да? С него на Чебоксары. Далее. Еще кровь покрасить? Ты же не стеркнул? Ты же сам не стеркнул. Оставим, что мне еще не может. А сейчас что осталось? В принципе... Вот просят связать с Чебоксарой. Чебоксары, да... Чебоксары, да? А? Чебоксары, да? Чебоксары не говоришь на чебоксары, да? Ну... Могу сказать какую-нибудь фразу... Ну, вот нам бы, конечно, записать бы что-нибудь. Не фразу только, а прям... Что про этот конкурс, что я очень хотела участвовать. В этом году я прошел дальше, чем в прошлом году. И буду идти, как бы, к этому еще. А я... Наши фразы? Да, сложно, да. Ну, если сложно, делось бы даже вон что-то выделить. Можно нам еще? Да, спасибо. Так, теперь мы делаем подсъемки уже. Не, давай сейчас поболтай к ночбарству, побудем пока. Он мне на него истеркал. А давай знаешь, чуть-чуть, чуть-чуть какой-то. Не для поставки нет, ну, запишем, что я была в Артеке, там, конечно, очень красиво. Но вот смотришь, когда на Чебоксары, особенно с высоты вот, как бы, этого, колеса обозрения, то, как бы, возникают такие в тебе чувства, как бы, как бы, люблю свой город. И где бы ни бывало, извини меня, вот это, где бы ни бывало, все равно хочется возвращаться в родной город. И здесь добиваться, как будто там, высоты, успехов, того и так далее. Смысл такой. Понимаешь? Да, да. Сейчас я пока снимаю. Готов? Может, тогда повыше куму, когда будет пума, и ты переведешь в Чебоксары. Да, снимать надо, лучше не знаю, как у Чебоксары. А, ну, давай. Готов? Побывав в Артеке, я понял, что там безумно красиво, очень живописная природа, талантливые люди. Но все-таки, наверное, в родном городе лучше, потому что здесь родные близкие, друзья. Я безумно люблю самое красивое место в вашем городе. Я взгляну, я уважаю, я уважаю, я не люблю. Все, чайчик не переверну на почту, молодец. Все, чайчик не переверну на почту, молодец. У тебя же какое-то видео еще есть, да? Да, у меня есть. Вот, давай, как будет, он смотрит и что-то рассказывает тебе. Я не знаю, в какую сторону, где-то идет, открывает. Ну да. Ты туда смотришь, и как бы картинка сейчас выделана без звука, рассказывай. Я помню. То есть без звука туда максимально рассказывай, да? Что-то рассказывает тебе. И он тебе. Да, нам, типа, вот, покажешь там. Можешь фотографировать там. Ну, как бы ты фотографируешь. Все, давай, помню. Так, что мне сказать. Микрофон открывает, не проси. Что, это, векарная? Все еще, все еще. Все еще. Да, все. Ты знаешь, что-то показывает? Какой раз, два, два, три, три, три. Показывает, что есть, да? Да. Я безумно вот люблю это место. Я здесь часто гуляю. Особенно вечером. Вечером здесь очень хорошо. Часто гуляю на пляже. Разровали тяжело. Что вы фотографируете? Ты, наверное, можешь фотографировать, посмотреть. Привет. Привет. Часто гуляю на пляже. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Отдай ты сюда. Отдай ты сюда. Отдай ты сюда. Нет, ты сюда вообще. Он один. В эту же сторону, да? Что мы камерой фотографируем, что сходишь там? Да. Фотографируем, что... Аля понял. Сказали, что вы патриот. Сказали, что вы патриот. Я? Да. Именно вас просили в кадр показать. Вот поэтому показываю. Я такая, я такая. Спасибо. Очень красиво. Боже, боже мой. Город у нас красивый. И да, мы была, видишь, королеве. Там, конечно, очень красиво они сделали тоже центро. Но там практически кроме центра смотреть не на что. У нас едешь по гору, да, очень приятно. Красиво и в центре. И просто, когда ты едешь по дорогам, все ухожено. Все тротуарчики. Ну, конечно, наш залив, тут ощущение простора. Если там вот находишься, вот в центре, когда заходишь, вот там такое ощущение целости, завершенности. Как будто вот такой вот какой-то европейский городок. Ты находишься вот в этом, как бы там вот закрыто все так. А здесь у нас ощущение простора. Вот видите, находимся в таком месте, смотришь, хочется любоваться простором. Да, это наш герой, мальчик, очень интересный. Мы с вами интересно разговариваем. Участвует в конкурсах, так что все тоже можете участвовать. В какой классе, кстати? Я 10-й класс. Вот, 10-й класс. В старшекласснику с 8 по 11 класс проходит этот конкурс. Поэтому можете участвовать все в следующем году. И можете тоже добиться каких-нибудь успехов. И у нас тоже с ними обязательно. Оператор подрабатывает еще и фотографом. Поэтому... Ну, бухти, яйцо. Давай, просим сейчас. Он мне там... Нет, снимает же, видимо. Суперфирует, пожалуйста. У меня там телефон. Ладно, я продолжу, чтобы кто-то. Давай, просучай, кто-то. Здесь тиснотеда не в обиде называется наш сексет. Сейчас вернулся к ней. Она с тобой скометируется. А он со мной ехал. Какой поэт у вас виден? Ну, наверное, я. У меня есть семья. Теперь можно пораслаждаться. Смотри, пока бухтиярчик твой сработает. Скажи, пожалуйста, как твое ощущение? Страшно? Переживаешь? Очень красивый вид. Да, здесь ощущение простора не залили. Очень красиво. А ты вообще съемку боялся участвовать? Нет. Ну, было некоторое волнение. Но так особо я не боялся. А из какой-то школы вы? Из Тишатой. Ты один там такой? Или какой-нибудь командой? Да, он очень скромный. Мы так тебя встречали. Мы все выстрелись на грубо-дорожку. Нет. Давай еще и звук прогуляйте. Это наша первая часть съемки, дорогие. Кто это? Не телезрители, конечно. Наши подписчики. Подписчики, да. Это мы сняли здесь кусочек. Для нашего сюжета. Сейчас мы с вами выйдем на улицу. И там еще тоже немножечко позднее. Потом сюжет выйдет, скорее всего, завтра в эфир нашей. Национальной середине. Так что смотрите обязательно, как это все потом соберется в одно единое целое. Еще возьмем видео, которое нам предоставят. Это должен быть видео в нашем сюжете. Так что смотрите, не переключайтесь. Вот. Нашла себе удовольствие, да? Так. Все. 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 Продолжение следует...